Ругаются еще на вас? Да, лаются водить торговлю. Я думала всегда, рынок это душевно и прекрасно, но не всегда. Усы, лапы и хвост, вот наши документы. Видно же даже, что совсем вот эта вот плохая продукция, даже собачкам нельзя. Я бы ему так здесь жили, если бы это все было, мы давно уже умерли. Эта проверка сегодня мы в Солнечном Сюда. Да, местные жители вызвали нас, чтобы показать рынок, который здесь есть. Есть он уже давно, но, говорят, раньше это было место, где можно было дешево и качественно закупиться. А сейчас сплошь антисанитария, причем и на цены есть жалобы, и даже на обращение продавцов. Говорят, хамят, и ничего хорошего здесь купить вообще невозможно. Так это или нет, проверим на себе. Как вы оцениваете санитарное состояние вашего прилавка? Отличное состояние. Отлично? И у меня немножко другая оценка. Покажите, пожалуйста, ветеринарный сертификат на мясо. Машина у меня. Ну, покажите, мы подождем. Ну, а вы не покупайте его у меня. То есть у вас нет сертификатов на документе? Ну, мы не видим. Мы видим только вот, что ржавая машина и свежее мясо неприкрытое вот прям так на парковке. Вы думаете, такой тряпочкой можно еще прикрывать? Все можно. Чистая тряпка, не бойся. Санитарная книжка есть у вас? Все сказали. Главное, самое обидное, что чистая тряпочка-то тоже есть, но ее почему-то не используют, используют грязно. Это надо убрать, эту машину, которая с мясом. Я не одна, значит, так считаю. Когда они там уже мухи летают, зеленые продавали, я помню. У вас такой прилавок красивый. Вы только что некрасивый увидели, страшненький, а у вас симпатично, так все расставлено, чистенько. Вы его что ли притираете, моете, такое чистое дерево? Да, хозяйка моет. Хозяйка приходит, моет каждый день? Каждый день. Слушайте, ну прям видно. Прилавок уличный, но при этом дерево чистое. Сейчас посмотрим, мне кажется, даже белая перчатка выдержит. Это чуть-чуть. В некоторых магазинах, закрытых под крышей, вот намного больше грязи. Еще один вам комплимент. Вы ничего не ставите на землю, это тоже очень правильно. Все на поддонах, посмотрите. Ведерко с картошкой и то не ставят на землю. Какие вы молодцы-то, а? Спасибо вам большое за ваше добросовье. Вам за комплимент, девочка, спасибо. Там был человек, но он сбежал и спрятался. Оббегает в павильон, убегает от нас. Я же вроде не такая страшная. А вот этот прилавок, к сожалению, не могу я хвалить за чистоту. Вот люди стоят на улице, и у них чище, чем вот здесь под стеклом. Такое ощущение, что там никто никогда не пробирался. Грязненько, прям так откровенно. И на показ, что называется. Здравствуйте. А похвастаетесь вашей санитарной книжкой? Она у меня у хозяев, не у меня. А яйца-то у вас есть документы? Должен быть ветеринарный сертификат на животноводческую продукцию. Все там. Где? Ну, у меня все лежит вот в этих самых. Мне просто некогда искать. А самое это что? В папке лежат все документы. Вот, пожалуйста, вот сертификаты. Давайте папку посмотрим. У меня нет времени, мои хорошие. Давайте посмотрим, какой сертификат нам предлагают. Вы знаете, что у вашего сертификата год назад дата стоит? А какой год? У вас яйца годичные, что ли? Конечно. Бой, меланж, бой, меланж. Продавать это ни в коем случае нельзя. Вы знаете? А это собачкам вообще нельзя продавать. А собаки будут кушать? У меня собаки берут за 25 рублей. Есть санитарное законодательство, и там есть запрет. Хорошо. Ну, спрашивают. Мы продаем. Как легко и просто, оказывается. Ну, есть закон. Ну, ладно, спрашивают, но мы продаем. Нет, ну, спросят собаки, вот приходят. Больше ничего запрещенного не продаете? Наркоту нет. Больше ничего. Скучно у вас тут. Пойдем, Коля, дальше. Елена Владимировна, вы претендуете на звание продавца года этого рынка. Вы единственный человек, у которого в принципе в наличии есть санитарная книжка, но мы посмотрим те даты, которые в ней проставлены. В августе 20-го медосмотр у вас кончился. То есть санитарная книжка недействительна? Так, мы взяли на пробу три булочки. И там нет. И не вижу. Вот здесь я вижу 21-е число даты изготовления. Эта булочка прекрасная, сегодняшняя. А на остальных булочках нету даты изготовления? Никакой. Хотя срок годности всего лишь 72 часа, испортится быстро. Гарантии свежести именно документальной нету. Ой, как мне это больно, господи. Ты голыми руками молоко мы наливаем. Ну, что же вы без перчатки вчера подошли, народ. Оторвали вас от обеда? Да. Вы мстите? Нет, почему? Чтобы вы понимали, молоко в открытом виде, которое тут же переливается, делается все это буквально на автобусной остановке. Пыль, грязь, все вот это сажи от автобуса. Это добавочка к молоку. Качественное удостоверение на молоко мы нашли, это вообще первый документ подтверждающий. Дайте почитаю, почитаю качество продукции. За документы вам большое спасибо. Здесь за документы плюс, но за то, что тара стоит на земле и все-таки переливается это вот так живой кружкой, прямо почти на дороге, за это минус. По секрету вам скажу, нам говорили зрители, что отдел колбасы и сыра самый грязный, самый богатый на просрочку. Ну, естественно, мы с него и начнем. После рассказов про коробки, из которых выбегают тараканы, я побаиваюсь. Здравствуйте! Ой, я надеюсь, вы не к нам быстренько тут полы протираете? Да нет. А вы на самом деле каждый день так делаете? Ну, естественно, с самого утра в 7 часов. Вы молодец. У вас, может, санитарная книжка еще есть? Конечно, есть. И даже даты там актуальные? Актуальные. Ну, давайте смотреть. Несколько дней назад человек проходил медосмотр. Свежайшая санитарная книжка. Поздравляем вас с этим. Сосиски изготовлены полтора месяца назад. А когда их вскрыли? Не полтора ли месяца назад? Нет, в пятницу. Ну, а где маркировочка об этом? Вот так рождается просрочка. Я правильно понимаю, что уже 10 дней, как вот эти сосиски просрочены? Правильно я посчитала? Пересчитайте. Ну, да. А как такое возможно у вас? Вот и жалобы на просрочку оправдались. Ой, мамочки, я просто увидела у вас на ценнике вот это вот название. Русский город. Если вы не видели наши 2 или 2,5 даже проверки русского города, потому что еще отдельных пекарней мы проверяли, посмотрите на ютубе и поймите, почему мы первые проблемы видим уже через несколько минут пребывания в этой торговой точке. И видите, да, внутри упаковки уже все плохо. Там уже атомная война. Вот это все желтое выделилось, слизь какая-то. А я-то думаю, зачем вам столько упаковок из-под яиц? А вы так приспособили их под подставочку. Дата изготовления и пусто. Недаром мне не понравился именно этот кусочек. Он внешне выглядит уже не очень хорошим. Видите, там он мягкий, он уже немножко в развакууме. Здесь есть лишнее пространство. И никаких сроков годности на нем нет. Еще одна упаковка, где также срок годности и пустота, и тишина. Из трех продуктов, которые мы прямо сейчас взяли на проверку, два нашу проверку не проходят. Судя по скидочной карте известной торговой сети, которую мы видим здесь за прилавком, сам продавец все-таки у себя продукцию приобретать не хочет. И это тоже о многом говорит. Все, что нарезанное здесь лежит на прилавке, я даже не буду брать и смотреть сроки годности, потому что без сроков, указанных, когда разрезали колбасу, это все не информативно. И мы не можем сделать выводы о том, что она свежая. А знаете, да, что если развакуумы колбасы, продавать ее нельзя, значит, уже нарушено условие хранения, и это небезопасно. Вот почувствуйте разницу. Вот эту колбасу можно продавать, а вот эту уже нельзя. Сырный отдел закрывается. Пойдем, 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 пойдем. А что вы закрываетесь? Здравствуйте. Закрыли, товар принимаем. А это никак не связано с нашим появлением и с тем, что на ваш отдел больше всего жало? На наш? На ваш. Знаете, почему? Почему? Говорят, вы вообще не контролируете сроки годности и часто продаете просрочку. Ну, не знаю, у нас, конечно, у нас мы просрочку все убираем. Проверим. Вот вы же специалист по сыру. Видите, что он внутри белый, а по краям он уже желтый, он уже высох по краям. И нет никакой этикетки. Вот это просрок. Сыр – хороший продукт. Он очень быстро начинает вот такими белыми пятнами давать нам сигнал о том, что его пора выбрасывать. У вас вот сыр, видите, уже тут плесень на нем образовывается. Сегодня свежее пришло. Вот, а как оно может свежее прийти с куском плесени? Нет, это не сегодняшнее. Так, а вот этикетки нет? И ни на каком предмете нет этикетки? Получается, все здесь не сегодняшнее, все просрок. Господи, полторы секунды в отделе, уже два пропавших сыра, один с плесенью неблагородной. Так, давайте я вас буду хвалить, только давайте мы найдем за что. Я даже сама не заметила, как после пары визитов моей руки в холодильник рука стала черная. Перчатку меняем. Новым чистым оборудованием продолжаем свое старое дело проверять сыры. Ну вот видите, у вас все сыры разноцветные. Вот здесь желтый, здесь сразу идет белая полоса. А здесь вот кусочки уже плесени, появляются белые корки, видите? Да, это я только сегодня отрезала, вроде смотрела нормально. А откуда плесень? Холодильник, значит, не справа на работу в будущем. Давайте его уволим. Видно же по этому сыру, что он очень несвежий, что его порезали 300 лет назад. Ну вы посмотрите, весь край засох, он уже покрылся вот такой вот желтой коркой противной. Вот здесь вообще какая-то короста образовалась. Вам разве приятно продавать такой товар? Ну неприятно же, по-человечески. Может быть у вас плесень живет прямо в холодильнике? Уже не первый кусок я достаю, и здесь снова плесень, а это уже, я так понимаю, масло. Пенициллин на халяву. Я просто немножко, немножко очень удивлена, если честно, такой ситуации. С холодильником действительно есть проблемы, плесень может возникать еще и потому, что температурный режим не соблюдается. А если вот такие трещины в стекле и куски стекла просто отсутствуют, понятно, что холодильник не может держать температуру, вот вам и испорченный товар. Могу поставить плюс по молочке, весь ассортимент посмотрела по этикеткам, ни одной бутылки с просроченными датами я не нашла. Я надеюсь, вот эти сухари вы людям не будете продавать? Нет, нет, это сухарики нам, да, это утиль, это вот смотрите, старье мы сразу все убираем. Вы знаете температурный режим майонеза? Вообще-то плюс 18 всегда у него был. Мы сейчас находимся с вами во вполне комфортной комнатной температуре, явно здесь больше, чем плюс 23-24 градуса, при этом майонез у нас стоит на полу. Я так хочу просто найти хоть какой-то плюс хозяйке, чтобы сказать, вы молодцы, но когда я вижу, как хлеб хранится в стык с верхней одеждой, я не могу сказать. У нас же... Ну, Катя! Действительно, это минус, прям вообще большой минус. Это хлеб! Вот упаковки у вас уже деформированы, я куда не повернусь, там упрусь в какое-то нарушение санитарных норм, мне так хочется вас похвалить, но мне так не за что это сделать. На минутку оставила без присмотра я свои документы, с которыми обязаны выходить на проверку, и сыр атаковал мою папочку, спасибо большое, освободили. У Кати бить надо, говорят здесь, и это первый раз в жизни на проверке говорят не про меня. Так, это вот сыр, который я выкинула только что с прилавка, вы убрали в холодильник? Я сейчас вам его назад выкину. Писать уже. Нельзя ни в коем случае к хорошим продуктам возвращать продукты с плесенью, вы что? Я вам сейчас буду его назад выкидывать? Пинг-понг у нас сырный с вами. Единственное, о чем вы здесь заботитесь, это молочка. Ни одной я у вас не нашла, ни баночки, ни сметаны, ни молока, ни кефира, чтобы были сроки годности уже просроченные. Нет, все хорошо. Ой, я думала там самые страшные холодильники, они у вас здесь самые страшные, заскочеванные. Но о какой герметичности может идти речь и о какой чистоте? Тут даже не видно, что там за ассортимент под ними прячется. Уж чем-чем, а колоритом рынки отличаются всегда, даже если они такие современные. Все равно посмотрите, какие здесь названия у сыров. Пожалуйста, вам княгиню Ольгу предложить на обед или сыр Эдвард, между прочим, король, что вам больше нравится. Почти все магазины на рынке сразу решили закрыться и по некоторым, вот они вроде и закрылись, а все равно видно, почему и какие нарушения. Видим мы молочку здесь вся в открытом виде, вся она с ложками, никто здесь не стесняется, ложки вообще домашнего вида. Рядом все валяется, все замусорено, так что закрывайтесь, не закрывайтесь, ваши нарушения видно невооруженным глазом, даже не только мне, но и прежде всего вашим клиентам. Ни на одной этикетке творожной продукции сметаны нет срока годности нигде, а очень быстро у продукции истекает срок годности, она быстро портится, особенно если так ее хранить. Поэтому никого это, видимо, не заботит. И вот по сырам, которые лежат здесь сверху на прилавке, видно, что лежат они не первый день, также покрыты корочкой, край уже рассыпается, где-то он подсохший, это видно, никакой свежести речь не идет. Представляете, как приходится добывать информацию любыми доступными методами. Мне, например, отсюда хорошо виден пакет молока, который просто так валяется на грязном поддоне, явно который до этого валялся на полу, потому что с грязью он сверху рядом валяется. Не поверите, грязная зубная щетка, и все это приправлено чем, как обычно? Хлебом, который лежит тут же в этом же месте. Прекрасно, молодцы, что сбежали. А вот они все сбежавшие продавцы, которые продолжают сбегать. Что, так сильно страшно, что ли? Аж на улицу рванули. Ну, ну не стыдно, а? Мы же все равно увидели все нарушения. Я очень удивилась, когда на рынок стало получать много жалоб на то, что с людьми обращаются по-хамски, грубят. Мне казалось, что на рынке все такие душевные, прекрасные. И персонально указали мне на отдел конфет, куда мы пришли, и на женщину-брюнетку. Мы пришли и застали здесь женщину-брюнетку. Это не на вас случайно жалуются? С хорошими эмоциями всегда, поэтому люди ждут моей смены. Поэтому это не в мой огонь. Посмотрели сейчас, запомнили человека, и приходим только строго в смену этого продавца. К моему удивлению, были большие жалобы на отдел овощей и фруктов. Говорят, здесь очень часто капуста черная, фрукты гнилые, яблоки ужасные. Мы пришли, и продавец, видимо, тоже не особо доволен своим прилавком, потому что взял и все это прикрыл целлофаном. Ну, вот, пожалуйста, первое, что я увидела, действительно, ужасные те же самые яблоки, некрасивые. Видно, что лежат они тут не первый день. Помидоры вот в таком состоянии, конечно, срамоту-то прикрыли, избежали отсюда товарищи-продавцы. Вот такие помидоры, оказывается, можно купить на рынке, куда все мы с вами стремимся как раз за свежей продукцией. Ха-ха, сказал продавец и выложил мятые помидоры. Я предлагаю нашим зрителям, которые пользуются этим рынком, внимательно сейчас смотреть, какие отделы закрываются. Вы сами понимаете, что ничего хорошего явно от них ждать не нужно. Что они скрывают? Ну, конечно, нарушение санитарных норм. И ярче всего об этом говорят как раз такие наглухо закрытые при виде проверки двери. Ходят там внутри бедолаги, как в аквариуме, прячутся, прячутся. Все спрятать не успели, все равно вот такие вот страшные перцы, которые даже трогать не очень комфортно. Ну, видно, чем вы торгуете, ребята, даже если вы закрываетесь и пытаетесь это скрыть. Все очень видно. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы самые смелые? Вы не прячетесь? А почему? Почему остальные прячутся? Все проверено у нас. У вас очень приятный запах. Обычно заходишь в магазин, где торгуют сырым мясом, и не очень пахнет. А у вас прям заходишь свежо. Проверка, вот, пожалуйста, у нас все. Мы даже на вас подписаны. Ой, какая прелесть! Это мой любимый отдел теперь. Ну, вы мои любимые, не потому что вы на меня подписаны, а потому что у вас, посмотрите, везде даты актуальные стоят. У вас есть государственная ветокспертиза. У каждого покупателя есть выбор, покупать нелегально на улице или вот здесь. Три метра, те же самые ценники, зато есть документы, зато безопасно и, между прочим, чисто. Все поверхности, на которых здесь работают, все чистые, полы тоже чистые. Единственное, телефон, он не бывает чистым, он всегда грязным, за него минус. И подоконники здесь тоже, посмотрите, все это протирается, все вытирается. Я вижу, что вы сегодня мыли, и перчатка моя тоже это видит. Техническое помещение, и то очень чистое. Вы меня даже удивляете. Приятно. Приятно, но все же удивительно. С замечательным ветра, Черезина Михайловна, которая за этим строго следит. И, то есть, мы на смены потеряем. У вас тут своя есть кошучек. Да, да. Зачем я вам тут нужна? Пошли в другой отдел. Еще из разряда неожиданных жалоб, это жалобы на высокие ценники на рынке. Хотя, по идее, наоборот, должны быть цены низкие. Ну, вот я смотрю, жаловались на детские перчаточки, которым так можно в магазине за 150 рублей купить. Здесь они 200 и повыше ценники, да, действительно. Есть на этом рынке один отдел, буквально захваленный нашими зрителями. Сказали, самый лучший, ни одной претензии, вежливо, прекрасный, самый лучший отдел с пакетами. В чем ваш секрет? Ну, мы тоже любим покупателей. А, ну, понятно, вот видите, как улыбается. Ну, вот все, поулыбается. За маски не видно, что мы улыбаемся. Нет, у вас глазами видно. Видимо, в этом и секрет, почему к вам так относятся покупатели. Ну, и главное, санитарное помещение этого рынка, которое мы специально смотрим в конце, потому что потом в нашей одежде не имеем права заходить больше не в один отдел. Это туалет. Он здесь платный, 10 рублей. Зато как фигурно за эти 10 рублей вам складывают туалетную бумагу. Вы посмотрите ровными рядами. Первая характеристика туалета. Он востребован. Закрыты обе кабинки. Для рынка это какой-то эксклюзивно чистый туалет. Здесь нет никакого неприятного запаха. Здесь есть даже крючки для того, чтобы повесить верхнюю одежду. Сам туалет чистый. Бумагу выдают на входе. И смыв работают за туалет безупречный. Плюс самое странное, что я могла сказать, что туалет это самое чистое и самое санитарное помещение на всем рынке. Рынок Солнечного сегодня не проходит проверку новостей ТВК, но за исключением нескольких продавцов, которые, во-первых, не побоялись показать, что происходит у них за прилавком. Ну, а во-вторых, они даже во время нашей проверки уже начали устранять нарушения. Мы увидели, что именно этим людям не все равно на то, чем они торгуют и как они относятся к покупателям. И всем остальным мы сегодня ставим неуд и просим Роспотребнадзор обратить внимание на ситуацию, которая сейчас здесь сложилась. Ну и, конечно, мы напоминаем, что от нашей проверки никто не уйдет. Екатерина Кашучек, Николай Чистяков. Новости ТВК.